Меня часто спрашивают, можно ли использовать IFX2DO и плагины Antilopa Audio в процессе мастеринга? Конечно можно, и сегодня я покажу вам как. Но для начала давайте послушаем аудиоматериал. Вы можете заметить, что динамика нашей аудиокомпозиции достаточно широкая, поэтому мы можем спокойно использовать компрессоры. Также мы можем с помощью эквалайзеров усилить низкие и высокие частоты, а также проконтролировать середину, чтобы она не была слишком резкой. В общем вариантов обработки очень много. Давайте начнем с компрессии. Здесь есть несколько приборов, которые подойдут для задач мастеринга, например SSL Bass Compressor. Но вы знаете, что приборы SSL это не самые мои любимые приборы и я, пожалуй, предпочитаю начать с 33609. Класс. Включим сразу лимитер и компрессор и начнем настройки. Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете заметить, что ratio я держу в минимальном значении, полтора к одному, я не очень люблю перегружать компрессию на мастере. Мне нужно только чуть-чуть характера добавить и сделать так, чтобы атаки, барабанов и голоса стали чуть более цепкими. Не так цепко, как с SSL, поэтому мне и нравится 33609, но все-таки слегка подчеркнуть транзиенты будет хорошей идеей. Вы видели, что я переключался между быстрой и медленной атакой компрессора. В целом, быстрая в данном контексте мне кажется более удачной, но и медленная работает хорошо. Также я включил обрезной фильтр, чтобы в детектор попадало меньше низких частот и, соответственно, компрессор не перерабатывал. Также recovery и для компрессора и для лимитера я держу в минимальных значениях. Recovery – это, по сути, релиз компрессора. Почему так? Мне кажется, что 609 компрессор работает лучше всего в самых быстрых настройках, если мы поставим, например, автоматический релиз. Ну, это какое-то сопляжуйство, а не компрессия. Очень медленно, очень вязко, очень затянуто. Мне не нравится. А вот максимально быстрое значение. Приятно подчеркивают звучание нашей аудиокомпозиции. Давайте послушаем до обработки. Вы могли заметить, что после обработки звучание стало более темным. Возможно, мы это можем скомпенсировать с помощью эквалайзера, а можем выбрать другой компрессор, который не будет подавлять яркость наших миксов. Давайте попробуем другой вариант, который чаще всего я как раз и выбираю для задач мастеринга. Это Jirotec X. Конечно, вы можете подумать, что я сейчас буду тянуться за Нойманом, но, несмотря на то, что это мои любимые приборы, сегодня мы сосредоточимся на чем-то более экзотическом. Вот Jirotec – это, мне кажется, то, что нужно. Ключевой особенностью, по крайней мере для меня, этого компрессора является то, что это настоящий стереоприбор. Таким образом, вы видите, что мы можем сделать обработку для левого и правого каналов независимой, что очень хорошо. И вот этот прибор даст нам приятные ламповые гармоники. Вариму компрессор, соответственно, он будет звучать типа как Fairchild, но без всех неприятностей Fairchild в виде шума, избыточной сатурации и так далее. Мне кажется, вот этот компрессор – это то, что нам нужно для данного микса. Послушаем. Ну, действительно, звучит очень круто. Послушаем до обработки. Приятное нагруженное звучание, но при этом без лишнего перегруза. Атаки достаточно цепкие, релиз достаточно приятный. Да, Gertek не звучит так панчово, как звучит 609 компрессор. Но при этом он и не делает звучание темным. Давайте сравним. Попробуем быструю атаку. И здесь мы можем сделать панчовый звук, но мне не нравится. Мне нравится, когда этот компрессор работает расслабленно. Я сделал атаку немного быстрее, мы чуть-чуть добавили панча. И это слушается хорошо. Мне нравится агрессивное звучание бочки, но при этом без перегруза. Мне нравится малый барабан, нравится голос. Вот этот компрессор – это то, что я бы рекомендовал использовать в качестве первого выбора в процессе мастеринга, когда мы работаем с IFX TODO. Хорошо. Теперь давайте добавим немного эквализации. Конечно, мы можем включить pull-tech, но pull-tech – это супер скучно. Хотя, если хотите, давайте. Если хотите, давайте. Приятный звук, я сразу же усилил высокие частоты, сделал так, чтобы микс стал более открытым. Да, pull-tech работает хорошо, но скучно. Давайте попробуем что-то другое. Все-таки в нашем распоряжении есть более интересные приборы. Например, Neumann 495. Вот это то, что я действительно люблю. Попробуем 14 кГц и добавим верха. По-настоящему сладкий открытый звук. Конечно, Neumann звучит более заметно, более агрессивно, чем pull-tech, но при этом и менее скучно. Теперь давайте добавим низа. Это уже много. Шикарно. Немного низа, немного верха, и микс уже звучит приоткрыто. И также здесь мы можем вот таким достаточно широким колоколом слегка попробуем прибрать середину. А теперь давайте послушаем сочетание вот этого эквалайзера с 609 компрессором. Не знаю почему, но работает всегда. Neumann звучит достаточно агрессивно. Когда мы усиливаем низ и верх даже на 2 дБ, это сразу заметно. Но поскольку 609 компрессор подавил вверх и слегка сделал вялым низ, этот эквалайзер компенсирует эти проблемы, но при этом оставляет пончевое, приятное, характерное для 609 звучание. Послушаем до обработки. Я сейчас вернул середину назад. Мне кажется, что после обработки микс становится слишком тусклым, а это не то, что нам нужно. Да, середина подчеркнута, но мы не выходим за границы допустимого. В целом мы можем держаться в пределах графика и все будет хорошо. Даже если кажется, что нижняя середина маловато, верхняя многовато, это рок-музыка. Поэтому никакой проблемы в этом я не вижу. Класс! Действительно, 609 вместе с 495 звучат очень хорошо. Что мы можем сделать еще? В нашем распоряжении есть достаточно интересный эквалайзер LANG PQ2, который я не очень люблю использовать, поскольку мне он кажется избыточно агрессивным, избыточно красящим, избыточно заметным. Но, если ваши миксы тусклые, или чего-то им не хватает, или наоборот, чего-то хочется такого более агрессивного, вот этот эквалайзер будет работать хорошо. Он работает похоже на PULL TEG, но если PULL TEG звучит более мягко, то LANG звучит более агрессивно, более заметно. Послушаем. Я просто добавлю низа, и вы сразу услышите, о чем идет речь. Вот я только сдвинул регулятор, и все. Звучание уже стало большим, объемным. Это хорошо будет работать на бас-гитаре. На миксе это тоже иногда работает, когда не хватает низа. Но для наших задач это чересчур. Давайте попробуем добавить 20 кГц. Это тоже знаменитая настройка этого эквалайзера. Включаем 20 кГц и добавляем boost. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действительно, с помощью вот этой полосы мы можем приоткрыть самые высокие частоты, но для нашего микса это не нужно. Поскольку звучание становится избыточно воздушным, и мы теряем фокус с гитар, мы теряем барабаны. Но если нужно сделать так, чтобы миксы приоткрылись, если они были слишком темными, вот эта полоса это то, что нужно. Классный эквалайзер, но я пока его уберу из цепи. Что мы можем посмотреть еще? В нашем распоряжении есть также классный эквалайзер GEROTEC. Вы видите, что здесь в нашем распоряжении 4 полосы, которые мы можем дополнительно настроить, сделать так, чтобы микс перебалансировался в достаточно широких пределах. Но поскольку я выключил компрессор GEROTEC, дополнительно добавлять эквалайзер, который звучит достаточно чисто, смысла особого я не вижу. Попробуйте этот прибор в ваших миксах и напишите в комментариях, что думаете о нем. Мы, возможно, вернемся к нему в других видео, но сегодня, мне кажется, его характер это не то, что нам нужно. Обратите внимание на то, что я не делаю слишком широких штрихов. Я не пытаюсь сейчас изменить микс до неузнаваемости. Достаточно легкой компрессии, легкой эквализации, чтобы слегка подкрасить то, что мы уже создавали в процессе сведения нашей аудиокомпозиции. Ну и теперь, я думаю, можно еще улучшить или слегка изменить звучание нашего микса с помощью магнитофона. Я уже показывал его ранее, но для мастеринга просто невозможно его не включить. Да, я думаю, мы начнем с 15 дюймов в секунду и попереключаем различные варианты пленки. Очень яркий звук. Очень яркий звук. Поехали. 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 Вы слышите, как магнитофон раскачал нам высокие частоты, теперь микс звучит слишком насыщенно. Но первая и четвертая пленки дают приятное усиление и легкую коррекцию всего частотного диапазона нашей аудиокомпозиции. Давайте переключимся на 30 дюймов в секунду и послушаем, как изменится звучание. Несмотря на то, что когда я переключился на 30 дюймов в секунду, звучание на выходе стало более тихим, но все равно характер слишком яркий. У нас и так сейчас в миксе избыточно много яркости. И чтобы это скомпенсировать, мы можем выключить эквалайзер здесь, чтобы вверха добавил магнитофон. Послушаем. Это звучит неплохо, но еще мы можем сделать следующее. Мы можем после магнитофона добавить pull tag и сделать просто ослабление верха. Конечно, сейчас мы видим, что середина звучит слишком ярко. Но мне не хочется ее прибирать. Мне нравятся яркие гитары, яркий голос. И для ракешных миксов вот такое звучание – это то, что я обычно предпочитаю. Но можем попробовать ослабить середину еще раз и послушаем. И для ракешных миксов. И мы можем выбирать, мы хотим больше яркости, больше открытости или же хотим, чтобы микс звучал скромнее. Кроме того, вы видите, что низа мы можем добавить еще больше. Поэтому мы можем спокойно на pull tag немного усилить низкие частоты с помощью boost low frequency. Музыка 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 Работает неплохо, конечно, желательно переслушать вот эти все обработки свежими ушами, поскольку красящие эквалайзеры, красящие компрессоры часто отвлекают на себя внимание, и мы их добавляем, кажется, что да, звучание становится лучше, 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 но в конечном итоге микс становится пересатурированным, переокрашенным, поэтому будем с этим очень осторожно. Лучший вариант проверить, как это все работает, послушать звучание до обработки и после, чем мы сейчас и займемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и также слегка дополировали все общей широкой эквализацией с помощью пуллтека. В процессе прослушивания вы могли заметить, что звучание до обработки и после отличается по громкости, но это не большая проблема, мы можем дополнительно это скорректировать, а можем оставить все как есть. Пожалуй, так я и сделаю. Большое спасибо за внимание, увидимся завтра. Плывите к звуку! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok